Всем здравствуйте, это UwebDesign, меня зовут Александр Гончаров и во втором ролике про Advanced Custom Fields мы с вами посмотрим, как же устанавливается версия Pro, в чем ее основные различия от четвертой версии, посмотрим на тип поля галерею, а также рассмотрим инструменты импорта-экспорта и новую для пятой версии, для версии Pro фичу Advanced Custom Fields JSON. Теперь давайте вернемся опять к Advanced Custom Fields, а именно накатим Pro версию и посмотрим, в чем же разница, то есть на самом деле она будет видна практически не так, нет, не то дело, группы полей мне не надо удалять, мне нужно будет удалить плагин. И добавить новое, он скачивается с сайта, то есть я его покупал и в зипнике всегда можно скачать последнюю версию, просто здесь перенести и установить. WordPress нам сначала скажет, что друзья, вы переключились с четвертой версии на пятую и вам бы необходимо было обновить базу данных, потому что немного сменилось у них там их внутреннее именование всех этих полей, поэтому жмем обновить базу данных. Конечно, можно сделать бэкап на всякий случай, если вдруг что-то не срастется, но на моей практике еще ни разу не было такого, что что-то пошло не так. Посмотрите, что изменилось. Здесь у нас будет красочное такое описание, что же изменилось в Advanced Custom Fields версии 5. Как видите, больше комфорта, то есть, ну, многие типы полей на самом деле используют более крутые библиотеки, например, Select 2. Они работают быстрее и выглядят более приятно, то есть, опять же, все для наших клиентов. Больше дизайна. Например, галерея существенно изменила свой внешний вид, теперь можно картинки добавлять сразу по несколько штук, они слева отображаются миниатюрками, ну и так далее. Больше данных. Новая архитектура позволяет вложенным полям существовать независимо от родительских. Есть такое понятие как Subfields. Их можно перетаскивать из одного родителя в другое, но это для таких полей, как повторитель и так далее. Про них, наверное, будет даже отдельный ролик. Забудьте про дополнения. Раньше были платные дополнения к обычным Advanced Custom Fields, теперь все платные дополнения включены в Pro версии и больше они даже и не поддерживаются на самом деле. Разработчики посчитали, что так оно будет проще для всех остальных. Ну и здесь вы видите, что есть много всяких мелких изменений. Про некоторые из них я расскажу уже здесь. Например, контроль версии, оно позволяет автоматически экспортировать в JSON все эти настройки. И когда вы уже деплоите на сервер, у вас из папки будет это все подгружаться. Страницы настроек, это я тоже обязательно покажу. Это очень крутая штуковина, которая позволяет вам хранить кастомные поля, не привязанные к каким-то записям, а привязанные ко всему сайту. Кроме этого взаимоотношения, теперь по-другому немножечко работает, фильтры тоже об этом посмотрим. Про Advanced Custom Fields Form, улучшенные формы. Мы будем снимать отдельный ролик, потому что эта функция прям достойная отдельного ролика, она очень крутая. Как вы видите, здесь где были произвольные поля, теперь есть группа полей. И наши старые поля, они в принципе сохранились, но только у некоторых изменился тип. До этого был истинно ложь, теперь этот тип называется да-нет. Если мы откроем список, вы видите, он немножечко увеличился. То есть вот особенно в разметке, раньше были только вкладка и сообщения, а теперь есть еще повторители, гибкое содержание и клон. В jQuery появилась дата и время, отличный тип данных для сайтов, которые ориентированы на какие-то мероприятия или что-то еще. Мне в практике постоянно помогает это использовать. Ну давайте теперь посмотрим, добавим каких-нибудь еще дополнительных полей. Например, разграничим это все на вкладке. То есть у нас здесь есть в разметке такие поля, как вкладки. И у них на самом деле почти нет никаких свойств. Есть только разделение вкладки, у нас будет сверху или слева. Давайте оставим сверху. И есть ярлык. Мы можем сделать основное, например. Или основные, давайте, это все-таки поля. Сделаем ее над... Есть автор и автор книги. И кроме этого есть еще галерея. Галерея, допустим, я его сделаю. Это будет вторая вкладка. И под этой второй вкладкой у нас будет поле с типом данных галерея. Есть оно у нас здесь такое. Оно претерпело изменения в пятой версии и теперь выглядит значительно приятнее. Галерея книги. Book. Gallery. Я у нее сделаю айдишничек. Инструкция. Загрузите изображение для вашей книги. Минимальное количество, максимальное. Здесь есть большое количество настроек для каждого типа. Вы можете посмотреть. Кроме этого, есть ширина, высота. Об этом я тоже скажу через пару секунд. Библиотека. Все загружено в запись. В каком месте показывать это все в самом WordPress. И допустимые типы файлов. Можно, используя запятые, явно указать какие-нибудь SVG и так далее, которые по умолчанию недоступны. Так вот, мы сейчас сделаем обновить. Вернемся на страницу редактирования книги. И блок поля для книг нас ожидает двумя вкладками. Основные, в которых по-прежнему работает условная логика и галерея, в которой есть поле галереи. Что касается процентов, вы видите, что здесь у нас немножко нерационально используется место. У нас здесь есть автор, а справа нет ничего. Поэтому почему бы не переместить поле автора книги вот сюда справа, чтобы это все как-то более или менее круто сгруппировать. Есть такой способ. Например, есть автор. Ширина. 20% мы здесь указываем. Можно, кстати, навешивать кастомные классы и ID, для того, чтобы потом джаваскриптом как-то потрогать эти, пощупать эти поля. Но, кстати, можно даже сделать стандартным значением, чтобы было выбрано. Потому что как бы почему бы и нет. И здесь 80%. В 20% плюс 80% у нас с утра было 100%, поэтому оно должно очень четко здесь получиться. Я сделаю перезагрузить. И вы видите, есть автор теперь здесь, автор книги справа. И оно вот так вот появляется. Все очень здорово. То есть мы можем по умолчанию скрыть большое количество полей, которые не требуют заполнения. И прям вот расширить, приподняться над повседневностью вместе с нашими клиентами. Давайте теперь загрузим немножечко изображений. Ну, например, каких-нибудь обоек. Штучки 4. Я думаю, WordPress наш потянет. Сможет нормально это сейчас загрузить все-таки. Под капотом у нас PHP 7. Здесь размеры, собственно, не маленькие. Поэтому, да, заняло какое-то время. 5 тысяч на 3 400. Выбрать. Как вы видите, здесь галерея. И есть вот такие 4 изображения. Очевидно, что по умолчанию, после того, как я это сохраню, ничего у меня показано не будет. Я сейчас даже продемонстрирую вам. Ничего здесь нет. Но мы всегда можем вернуться в PHP Storm. И допустим, допустим, мы помним, что у нас называется наше поле Book Gallery. Уже очевидно, что в списке мне это лучше не показывать. Лучше обратиться к Entry Content, к вот этому большому блоку. И под ним дополнительно посмотреть. Давайте посмотрим. Вот если я здесь сделаю The Field, то что же у нас отобразится по умолчанию? Book Gallery. 4 массива. Ничего просто так не бывает. Поэтому мы можем сделать War Dump. И посмотреть. У нас массив, который состоит из 4 массивов. То есть для каждого изображения мы храним большое количество метаданных. В том числе ссылку, иконку даже, айдишник, чтобы потом дополнительно что-то запросить. Кроме этого, подпись, описание, айди автора, который загрузил это изображение. В том числе, я думаю, будет интересно именно Massive Sizes. В котором по всем определенным в теме размерам изображений будет кропаться. То есть у нас в теме 2016, кроме стандартных Thumbnail, Medium и Large, определяется Medium, Large и Post Thumbnail. Две вот таких вот штуки. Поэтому мы можем использовать для вывода какой-нибудь из них. Давайте Medium, Large, чтобы поинтереснее это было. И если мы, кстати, забегая опять назад, вперед, в общем, забегая куда-нибудь, если мы сделаем GetPostMeta, GetTheId, мой излюбленный способ, то мы, в принципе, получим тот же самый массив. Только с айдишниками. И распарсивать массив с GetField намного удобнее. Поэтому здесь от случая к случаю. Если умеете работать с PHP массивами, то, в принципе, последующий код не будет ничем таким для вас сложным. Но я все же его поясню. То есть у нас есть GetFieldBookGallery. Мы его кешируем в какую-нибудь переменную Images. После этого мы переменную Images рассматриваем как отдельный имидж. То есть мы переходим по элементам этого массива и просто выводим это все с помощью тегов Image. SRC это у нас. В имидже есть пункт Sizes, в котором мы договорились, что мы будем использовать Medium, Large. Оп. Вот так вот можно его выводить. Ну и где Alt, в принципе, можно было бы выводить Description. Но поскольку мы их не заполнили, то как бы и не будем их выводить. Пусть у нас будет Alt. Это айдишник этого имиджа. Phe. Image. ID. Вот-вот. Он будет использовать... Здесь, кстати, два псевдонима. ID за главными и ID маленькими буквами, для того, чтобы точно уже не запутаться. Я здесь скрою комментарием этот War Dump, чтобы не видеть всего этого. Давайте посмотрим, почему не отображаются наши с вами изображения. Entry Content. Здесь есть Image. Но почему-то нету SRC. Всегда при работе с кастомными типами записей, с кастомными полями, нужно помнить, что любую из этих вещей нужно War Dump, чтобы понимать, какую структуру эти все поля носят, потому что это по-разному происходит. И да, Sizes. В данном случае я обращался к элементам, будто бы это объект. Но по факту это массив, поэтому массивы у нас отображаются квадратными скобочками. Medium Large. И вот так вот у нас сразу все покажется. Вот раз, два, три и четыре. Так, Medium Large, он не делает жесткого кропа там, какого-то квадратного, поэтому вся наша галерейка здесь есть. Если бы мы использовали какой-нибудь слайдер, например, Owl Carousel, то мы могли бы сделать просто кручение между всеми этими изображениями. И в принципе, поле галерея, галерея, которая есть у нас здесь в группах полей, вот такая вот эта прослойка. То есть наш клиент загружает поля, загружает картинки в удобном для него виде, то есть просто там их перетаскивает или как-то еще. А мы уже как программисты заранее в шаблоне прописываем, что вот это поле у нас распарсивается, потом отображается как большой массив с картинками. И в общем-то и все. Кроме этого, давайте рассмотрим экспорт и импорт. Нужно немного отвлечься от кода и посмотреть. В первую очередь, можно заметить, что по сравнению с бесплатной версией, теперь импорт-экспорт происходит в формате JSON. И это значительно проще. Не надо устанавливать этот WordPress-импортер, который еще в каких-нибудь промежуточных версиях WordPress обязательно глючит. Когда только выходила версия 4.6, здесь WordPress-импортер еще не был обновлен под ней, он постоянно сыпал большим количеством ошибок, поэтому я вот его не очень люблю. Но здесь я могу сделать, выберите группу полей, загрузить файл. И он мне в загрузке, простите за тавтологию, загружает JSON-файл. Я могу абсолютно не боясь удалить эти группу полей, переместить их в корзину, удалить навсегда, чтобы прям видели, что я... Они все пустые. Теперь в инструменты я могу нажать выбрать файл. Я сделаю проще, я его drag-and-dropну из загрузок. Вот так. Сделаю импорт. И он мне показал. Импортировал целую группу полей, поля для книг. Они абсолютно соответствуют тому, которым были. Но и это еще не все. На самом деле, значительно более удобным вариантом было бы хранить их где-нибудь в теме и пушить вместе с самой темой через гид. Для этого в Advanced Custom Fills версии 5 или в Advanced Custom Fills Pro существует такая функция, называется Advanced Custom Fills JSON. Мы создаем вот такую вот директорию в нашей теме. И я даже сейчас оставлю эту директорию открытой, после того, как я что-нибудь здесь пересохраню. Например, вот так. У меня появляется JSON-файл, групп, там, бла-бла-бла, такое закешированное значение, которое можно открыть в PHP Storm и посмотреть, что там будет. Лучше его, конечно, вручную не править, но здесь у нас вся информация про наши поля. И когда я перенесу эту тему, там, пушную новую версию через гид, у меня новая версия полей тоже прилетит. И, соответственно, произойдет целая синхронизация моих локальных полей и тех, которые лежат в продакшене. Это прям очень сильно удобно и упрощает жизнь. Я думаю, что вы меня как разработчик сейчас, который сидит у экрана, поймете.